Привет всем, это Варлорд, срочная новость, новый набор Creator Expert. Прежде всего рекомендую 9 розыгрышей на моем канале, в предыдущих новостных роликах призы офигительные. То есть там Еликарьер, Майнкрафт на выбор, все что угодно, короче там есть. Переходите к новому году, получите шанс вот так себя порадовать. Ну и также в инстаграм мой розыгрыш совсем скоро, ссылка на него в описании, Ден Варлорд, подписывайтесь. В этом видео я не только вас познакомлю с набором, который мы ждем, но еще и покажу вам всю историю, кратко серии Creator Expert. От самого первого набора, самого старого, до вот сегодняшних дней. А теперь переходим к новости. Набор книжный магазин пополнит дома из городского квартала, 2504 детали. Разберемся, лучше ли он предыдущих, подойдет ли под остальные наборы, или же он хуже, меньше и что-то в этом роде. Давайте смотреть, прежде всего цена. 180 долларов. Это, ну, более-менее стандартная такая цена для наборов из серии Городской квартал. У меня были многие наборы, ну как, ну да, достаточно большое количество. Универмаг, зоомагазин, детективное агентство, французский ресторан. Еще дайнер у меня был. У меня еще был кинотеатр из LEGO Creator Expert, совсем про него забыл. Кстати, один из очень достойных наборов, и мне он реально нравился. Такой праздничный. Пропустил такой набор, как банк. Пропустил набор с мастерской, он просто не особо зашел. Ну а так, в принципе, в последнее время не особо следил за этим. А, улица, точно, улицу недавно купил. Это из покупок по Expert Creator, как раз. Ну что, вот сейчас мы видим, как это все будет выглядеть вживую. Что-то типа анимированной картинки, как оно вот вращается. Честно говоря, по картинке выглядит так, как будто он будет меньше предыдущих. Не знаю, создается такое ощущение. Два домика, это нас отсылает к набору зоомагазин и к набору детективное агентство. Правда, зоомагазин можно было разделять как два дома. А здесь все стоит на одной подставке, как было в случае детективного бюро агентства. Два таких вот домика. Цвета у них очень приятные. Отлично сочетаются между собой. И здесь у нас осень, что можно понять по листве. Вроде как листва здесь будет новый цвет, что здорово. Ну и также на коробке, давайте взглянем на нее сначала спереди, можно отметить то, что здесь уже осенние краски. То есть зимой выходит набор с осенними красками. Тут, конечно, немного они опоздали. Ну да ладно. На задней стороне коробки мы можем увидеть, как этот набор смотрится с двумя предыдущими. Это дайнер и мастерская. Ну и в принципе, очень лаконично выглядит рядом с мастерской на самом деле, поскольку основной цвет карамельной мастерской пересекается как раз с тем домиком справа. И если поставить мастерскую слева, то есть, чтобы в центре был вот этот лазурный домик, то будет выглядеть супер. Я слегка вас обманул. Все-таки тут такая же система, как в зоомагазине. Домики будут разделяться на два, что здорово. Так, набор у нас в названии фигурирует книжный магазин. Но по сути, книжный магазин здесь вроде как это только первый этаж, как и было в случае набора зоомагазин. Там был один жилой дом и один как раз зоомагазин, где первый этаж был занят этим самым магазином. Ну, тем не менее, надо же как-то называть наборы, и называют их по таким отличительным чертам. В принципе, почему бы нет. Смотрим по уровням. Начнем с домика справа. Ничего особого нет. Слева книжный магазин. Здесь все очень даже аккуратно. И имеется второй уровень. Это прикольно, как и в книжных магазинах. Такое и правда бывает в каких-то библиотеках. Очень аккуратно. Мне безумно нравится это помещение. Мне вот раньше, если я вспомню, какие нравились помещения в экспертовских домах, то, наверное, конечно же, ресторан. Первый этаж. Весь этот ресторан французский очень красивый. Ну и также мне нравилось смотреть на первый этаж детективного агентства, где была бильярдная. Супер. Здесь ничем не хуже. На мой взгляд, все здорово. Дерево интересное. А главное, здесь есть гнездо с птицей синего цвета. То, что на дворе осень, еще и показывают листья, которые упали с этого дерева. Что происходит на втором уровне? Ну, здесь мы видим слева лестницу. Зеленую, очень аккуратную. Ну, а справа уже чья-то квартира. Квартира очень прикольно сделана. Тут мы можем увидеть гостиную. Гостиную. Аккуратно. Ну и плюс, кстати говоря, обращаю ваше внимание на детализацию именно лазурного домика. Мне очень нравится вот этот полукруг, сделанный справа. Реально симпатично. Ну и вот, конечно, в Creator Expert мы ждем именно такого. Левая крыша от магазина книг, шикарная, с вот этим интереснейшим переходом. В центре есть окно, ну и затем такие обтекаемые у нас конструкции. Могу сказать, что выглядит очень даже здорово. Ну и справа мы можем увидеть очень хорошо проработанную черепицу, которая у нас воссоздана с помощью немного неравномерного, где-то равномерного наслаивания деталек. Что на мансардах расположено? Спальная комната. Отлично. Левая у нас относится к обычному жилому дому. Ну и здесь можно отметить хорошую кровать, отличный комод, ну и на нем какие-то аксессуары, типа лампы с золотой деталью головы и также цветок. Ну и справа можно отметить уже верхнюю часть книжного магазина, где кровать чуть-чуть поменьше. И также слева в боксе есть хамелеон. Кое-какие дополнительные конструкции. Например, часы. Например, книжная полка. И моби-брикс. Это вроде как, я понял, принтованная деталь. Если это правда, то она очень классная. Можно также посмотреть, как выглядит данный комплект сзади. И здесь минус большинства комплектов Creator Expert. Почему? Ну потому что ничего особенного. То есть поленились сделать какую-то особо прикольную детализацию, но хотя бы есть что-то типа грядки, где растет у нас тыква и еще что-то. Хотя бы так. Ну да, опять же. Сзади это похоже, вот особенно внизу, на какой-то обычный игровой набор. То есть в этом плане мне не хватило немного. Добавили бы деталей 50 хотя бы и уже было бы, конечно, гораздо лучше и гораздо более приятнее. Ну, видимо, рассчитано на то, что все смотрят на данный набор спереди. Конкретно я, допустим, да. То есть у меня, если они стоят, у меня что-то нигде не стоят, где-то в коробках. Но если бы я их вдруг куда-то поставил, то, конечно, это была бы одна улица и по горизонтали выставлены были бы все дома. Пройдемся по персонажам. Здесь их пять. Женщина, где она в кардигане и в рубашке. Вот это можно куда-то пристроить, мне кажется. Прическа тоже не самая часто встречающаяся. У персонажа этого две эмоции. Мужчина в клетчатой красной рубашке, пожилой, видимо, скорее всего, будет жить в доме. Который не книжный, который с лазурным цветом. Неплохая фигурка. Ну, опять же, так и не научились в эксперт делать принты на штанах. Ну, хотя бы карманы бы сделали. Это уже было бы гораздо более прикольно. И принт ремня, знаете, на самом деле. Почему до этого еще не догадались. Мальчик, у него две эмоции, которые на этот раз сильно различаются. Одежда на его футболке принт банана. Ну, и также поверх что-то типа куртки, кофты. Шарф и шапка. В этом цвете шарф новый. Я привык к оранжевому после ниндзяга. А вот здесь салатовый. Девушка с очень растрепанными волосами. Здесь очень реально много. Деталь очень прикольная. Кстати говоря, можно много куда ее применить. Две эмоции. На одной она, кстати, спит. Ну, и на ней такой костюм, можно сказать, какого. Ну, лавандового цвета и штаны. Опять же, без каких-либо принтов. Ну, и мужчина с очень крутым цветом его ног. Мне нравится карамельный этот цвет штанов. Не помню точно, но вроде как это из Майнкрафта, когда у нас Стив был в кожаной броне. Что-то типа такого. Эмоции у него две. Прическа нормальная. И также классный принт. Самой его рубашки с галстуком и с вот этими синими подтяжками, наверное. Ну, и кстати, вот этот торс ногами можно использовать. Очень симпатично, кстати, реально выглядит. Вообще, кстати, одежда в LEGO Creator Expert мне нравится в этом комплекте, в принципе. Конечно, я приобрету данный комплект. Могу из плюсов сказать то, что, ну, он точно интереснее, чем мастерская сделан. Возвращение к таким истокам, типа французского ресторана. Ну, из минусов могу сказать, конечно, то, что этот набор не принес, как мне кажется, ничего сверх нового в серию Expert. Это просто дополнение. Хотелось бы, конечно, увидеть что-то более монументальное, монументальное, чтобы соперничал тот набор, который, допустим, вышел бы с набором Городская площадь. Ну, а пока просто это, как я считаю, один из самых прикольных и красивых и уютных наборов в серии Creator Expert. Я от вас в комментариях жду ваше мнение. Пишите, нравится ли вам этот комплект. Поддерживайте канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok